Всем привет, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем канале, и сегодня пришло время подводить осенние итоги. В этом видео хочу показать и рассказать подробнее о тех фаворитах, которые произошли со мной за эту осень. Здесь будет, конечно же, в большей степени декоративная косметика, немного ухода и немного продуктов для волос. Поэтому берите с собой что-нибудь вкусное, согревающее, и давайте начинать это видео. Первый и мой самый главный фаворит этой осени, это, конечно же, Skin Perfector. Который я создала вместе с брендом Organic Kitchen, и безумно рада тому, как вам зашел этот продукт. И на самом деле я, честно, не ожидала, что он будет так востребован, так популярен, потому что как только он появляется в онлайне, на каких-то площадках, он заканчивается там примерно через 20, а то и меньше минут. И на самом деле я хочу поблагодарить каждую из вас за ваше доверие, за вашу любовь. И, конечно же, напоминаю, что все это благодаря вам. Еще раз хочу поблагодарить вас, мою аудиторию. Я вас очень сильно люблю и ценю. И, конечно же, Skin Perfector это действительно очень-очень достойный продукт, который многие мои подписчики сравнили с люксами. Праймеры от бренда Tom Ford и многими другими. И это то направление, в которое я метила. И мне очень радостно, что у меня получилось сделать тот продукт, который действительно по качеству не уступает люксу. В общем, Skin Perfector это тот праймер, который, мне кажется, нужен в абсолютно любой косметичке, потому что он не комедогенный, он не закупывает поры, он отлично сочетается со многими тональными текстурами, он не является основным увлажнением. Я рекомендую вам наносить его уже поверх вашего ухода, непосредственно как праймер перед тональным средством. Он очень круто подсвечивает кожу и продлевает стойкость макияжа. В общем, он делает все, что нужно, и даже больше. И если вы его еще не пробовали, то обязательно попробуйте. Правда, знаю, что он очень быстро заканчивается, поэтому нужно успевать. Вот. Следующий продукт будет тональное средство, которое я чаще всего использовала в этот осенний период. И это будет средство от бренда Estee Lauder, которое называется Futurist. Я уже рассказывала вам про него, и честно, когда я попробовала его первый раз, мне оно не зашло. И вот сейчас, осенью, когда похолодало, когда кожа стала меньше выделять себума, я попробовала его еще раз и поняла, что да, это то, что нужно. И просто он идеально выравнивает, он очень хорошо перекрывает, то есть это нелегкая водичка увлажняющая. Увлажняющая, это действительно хорошее перекрывающее тональное средство. И он очень красиво подсвечивает кожу, что для меня важно. То есть кожа выглядит естественно, кожа выглядит здоровой, такой немножко отфотошопленной. А в паре вот с этим, так вообще просто бомба. Поэтому я его рекомендую тем, у кого кожа комби, возможно, как у меня, либо же вообще склонна к сухости, вам, мне кажется, это будет настоящий мастхэв. Потому что реально у него такое прям хорошее питание и увлажнение. Для себя сейчас я использую оттенок 2W1. Знаю, что у бренда огромная вообще линейка оттенков, поэтому абсолютно каждая, я уверена, найдет подходящий ей цвет. Следующий фаворит, это, конечно же, консилер. И консилер у меня будет бренда Clorant Severlasting. Для себя чаще всего сейчас использую оттенок 02 Light Medium. И очень мне нравится, потому что, ну, он реально практически не скатывается, не проваливается, отлично перекрывает, не сушит. Меня он полностью вообще всем устраивает, удовлетворяет. И я знаю, что на самом деле многим он полюбился. Но у меня под видео в комментариях были разные мнения на этот счет. Кому-то он показался тяжеловатым, кому-то суховатым. Но я в этом видео, опять же, рассказывала, как правильно нужно его наносить, чтобы не было вот этих вот ощущений. Любой консилер нужно разогревать, и этот не является исключением. Но он так красиво смотрится на коже, если есть расширенные поры, он их сглаживает, он ни в коем случае не проваливается. Ну и, конечно же, что касается мимики, для меня это вот очень важно. Он выравнивает, перекрывается в него на ура, и не проваливается. Поэтому это мой фаворит. И я думаю, что я буду продолжать им пользоваться, и в зимний период также. Следующие продукты. Это продукты для бровей. Сегодня, кстати, при помощи именно этих двух удружочков у меня оформлены брови. Это бесцветный гель от бренда Benefit, который называется 24 Hours Brow Setter. В общем, действительно, это самая сильная фиксация для бровей, которая со мной случалась. Конечно, огромное количество продуктов для бровей очень хорошо фиксирует волоски, но вот эти, они просто с места не сдвигаются. Даже когда умываться вечером начинаю, мне приходится вот прям по несколько раз пройтись гидрофильным маслом, чтобы убрать вот эту вот фиксирующую основу. Короче, это реально один из самых крутых гелей, который у меня был. А вот это маркер, который называется Medium Brown. У него очень интересный аппликатор, и я боялась, что у меня будут с ним проблемы. Мне казалось, что он будет тяжеловато распределяться, но на самом деле оказалось все очень просто. Как я ими пользуюсь? Я сначала наношу гель, даю ему секунд 30 зафиксироваться, и потом еще раз слегка прохожусь, вот чтобы прям железобетонно он зафиксировал все. Жду еще секунд 30, чтобы полностью высох гель, и уже потом в недостающие участки добавляю каплю маркера. Получается очень натуральный эффект, и при этом брови занимают у меня, ну, минуту, наверное. То есть, действительно, маркер классный, оттенок очень удачный для меня, вот этот вот, ну и плюс фиксация, что важно. Потому что сейчас время свитеров, водолазок, и постоянно, если, да, вот вы накрасились, потом одеваетесь, например, я сначала крашусь, потом одеваюсь, то у меня очень часто брови уезжают вниз вместе со свитером. Поэтому это, конечно же, грустно, но когда я использую эти средства, брови остаются на месте. Проверено. Далее, далее, далее. Мой фаворит осенний, сейчас я его протру. На самом деле, он, конечно, был со мной на протяжении не всей осени, но последние вот три недели ежедневно он со мной, и я так рада, что я его купила, я так рада, что я его нашла, да еще взяла со скидкой 50%. В общем, бронзер от Chanel коллекции La Beige, это просто восхитительство какое-то. Это лучший кремовый бронзер, который у меня был. Раньше мне безумно нравился стикл от Lancome в цвете 0,55, но потом кто-то говорил, что его сняли с производства, потом его долго не было в наличии, и потом появился он. И я поняла, что все, мне больше ничего не надо, потому что здесь очень много продукта, его надолго хватит, а Lancome, кстати, быстро заканчивается. Поэтому я очень рада и рекомендую его абсолютно всем. У него очень вкусная душка, у него приятная бархатистая текстура, у него очень красивый вот этот вот финиш, который не сияет и не матовый, и очень легко растушевывается. Поэтому даже если вы не умеете пользоваться вообще кремовыми текстурами, этим продуктом вы точно запросто сможете придать себе красивый отдохнувший вид. Далее это палетки будут для лица, и я не смогла не включить палетку от Hourglass, свои фавориты осени, потому что, ну, купила я ее осенью, появилась она у меня в ноябре, и хочу сказать, что, ну, все палетки Hourglass для меня являются просто лучшими. Это не стало исключением, я очень рада ей, и всем настоятельно рекомендую присмотреться к этой палеточке, потому что вот все как надо. Наилучшее качество, прекрасная пигментация, очень красиво все дорого смотрится на лице, эффект фотошопа, и все в одной палетке. Поэтому я о ней подробно уже рассказывала, и давайте расскажу о следующей палетке. Следующая палетка от бренда Benefit называется Chic Stars, и здесь у нас просто невероятно огромные рефилы, здесь у нас 5 продуктов, 2 оттенка румян, один такой персиковый и полупрозрачный, другой более пигментированный, но тоже очень универсальный, 2 бронзера, опять же, один супер-супер прозрачный, второй поинтенсивней, и очень красивый хайлайтер, который можно нанести так, что у вас будет просто свечение, заметное из космоса. Я полюбила эту палетку всей душой, использую ее и в ежедневном мейкапе, и в работе, и на глаза ее наношу. Вот знаете, это круто, когда есть такая одна палетка, которой вы можете сделать абсолютно весь макияж, при том, что здесь реально собраны самые универсальные оттенки, поэтому я ее всем очень рекомендовала. Знаю, что во многих магазинах она стала sold out, но мне кажется, это та палетка, которая вот вы ее возьмете, она не закончится, потому что рефилы огромные, это не миниатюра, это полноразмерные продукты, насколько мне известно, и это реально очень круто. Ну и плюс тут зеркало красивое, поэтому имейте в виду. Далее, следующая сухая текстура, которая меня очень порадовала, и которую я стала использовать максимально часто именно в работе, это хайлайтер от бренда Bobby Brown, который называется Pink Glow. У меня это миниатюра, он есть, конечно же, в полноразмерной версии, и вы знаете, я поняла, почему этот хайлайтер является самым продаваемым бренда Bobby Brown, именно этот оттенок, и я его использую просто каждый раз в работе с клиентами. Я наношу его либо очень пушистой кистью, чтобы создать такую тонкую вуаль, либо же, если хочется блик, то я делаю им блик. Я добавляю его в уголки глаз, и он всегда красиво смотрится. Даже вот если кожа, например, имеет какие-то прыщички, воспаление, текстуру, он это как-то красиво блюрит, сглаживает, и в итоге получается такое, знаете, красивое, дорогое свечение, поэтому я в восторге, и могу смело рекомендовать его абсолютно всем, кто любит хайлайтеры. Ну и, конечно же, для себя в вечерних мейках я его тоже использую. Далее будет палетка теней от бренда Jaday. Это палетка под номером 54, называется она Oh So Cheek, и посмотрите, какая она красивая. Вот реально в таких правильных осенних тонах она создана, и она для меня очень базовая, потому что здесь у нас идет 6 матовых оттенков и 3 сияющих, и один вот прям такой яркий спаркл. Она идеальна не только для базового макияжа, например, нюд, но ей можно создать невероятно красивые смоки. Я бы ей сделала и свадебный макияж, я бы ей сделала и новогодний макияж. Текстуры уже, да, я не раз говорила, что мне очень нравятся палетки этого бренда. Они бархатистые, они очень красиво оформлены по качеству, вот это полноценный такой хороший люкс, и матовые текстуры, они не намертво матовые, а такие слегка как будто бы маслянистые. И получается, когда вы наносите это на веко, они не перекрывают текстуру кожи, они ее подчеркивают и вот дают этот оттенок. Это смотрится очень красиво. Единственный сложный оттенок в этой палетке, это вот последний вот этот вот красный спаркл. Я бы рекомендовала его наносить исключительно на какой-то клей для глиттеров, например, от NYX, или вот прям какую-то подложку хорошую, которую будет точно фиксировать, потому что вот они сыпятся. Остальные два спаркла, они более податливые, более простые в использовании, поэтому их можно добавлять и на все веко, и в уголочек глаза, и поэтому рекомендую. Далее у нас будет две туши, и одна это будет бренд масс-маркет Стеллари, называется Wild Volume. Честно, я в восторге, и теперь я хочу, чтобы у меня была коробка просто этих тушек, потому что я считаю, что это лучшая теперь тушь из масс-маркета. Я забыла про Vivienne Sabo, и моя рука вообще теперь к ней не тянется, потому что появилось вот это. У нее похожа щеточка на щеточку от Vivienne Sabo, но при этом она намного круче удлиняет, добавляет объем, разделяет и делает вообще все то, что должна делать вот хорошая тушь, на мой взгляд. Она называется, да, вот дикий объем, и я согласна, это реально дикий объем. Я когда нанесла ее первый раз, я сразу же сделала фотку, потому что ресницы были очень красивые. Ну, и я ей пользуюсь уже практически два месяца, и вот только сейчас она у меня уже стала подсыхать, поэтому, опять же, надолго хватает, стоит недорого, и делает просто вау-эффект. Ну, а если говорить о люксовой истории, то здесь у меня тоже появился фаворит от бренда Yves Saint Laurent. Это их классическая тушь с эффектом накладных ресниц, но обновленная версия, видите, с черным колпачком, более густая, более такая насыщенная. Это тушь не на каждый день, я уже об этом говорила, я ее использую только, когда мне нужна вау-ресница. Вот когда мне нужно создать эффект накладных ресниц, но при этом мне лень клеить пучки, я наношу ее, и у меня ресницы просто вот такие. Мне кажется, я взлететь могу с ними, и при этом они не склеены, они разделены, они пушистые, как будто бы становятся больше, и это, конечно же, очень-очень важно. Поэтому, если вы любите эффект накладных ресниц в Saint Laurent, хотите что-то более драматичное на декабрь, да, на январские праздники, вот присмотритесь к этой версии. А теперь идеальная нюдовая помада, которая больше будет уходить в розовый. Это вот такая вот бренда Clinique в цвете 06 Softly. У меня она, к сожалению, сломалась и выглядит не совсем подобающим образом, но это очень красивый оттенок, который невероятно освежает такой, знаете, лепесток молодой розы. Я наношу его в сочетании с холодным контуром, и это смотрится реально очень круто. Я подсадила на эту помаду всех своих учеников, кто у меня проходил обучение за последнее время, ну и все, конечно же, в нее влюбились. Текстура не матовая, она больше увлажняющая, при этом очень плотный пигмент, но и она не липкая. То есть это такое сатиновое покрытие, плотное, которое не сушит, очень комфортное. Я ее распределяю прям пальчиком, и она отлично держится. Поэтому, если вы любите нюдовые красивые помады, обязательно присмотритесь к вот этой от Clinique. Теперь совсем немного про уход, потому что, в принципе, у меня все так же базовый мой уход, который я использовала и ранее, но я добавила несколько средств новых. Вот такую вот эссенцию от бренда Sensai. Это двойная эссенция, которую вы можете использовать по-разному. Например, добавлять ваш увлажняющий крем, если вам не хватает от него увлажнения, либо использовать как сыворотку. Лично я пробовала и так, и так, и мне стало очень нравится использовать ее именно как сыворотку. Я делаю ей массаж, потому что у нее такая маслянистая текстура, ее нужно взболтать перед использованием. И вот буквально 3-4 капли хватает, чтобы нанести на лицо, шею и зону декольте. Она очень хорошо питает, она очень хорошо увлажняет. Просто проблема в том, что мне стало не хватать моего дневного крема от этого же бренда, и в ночном уходе мне захотелось чего-то более питательного. И я стала добавлять, но я очень боялась, что у меня кожа будет реагировать, потому что на маслянистые текстуры у меня часто бывают воспаления. Здесь же никаких воспалений, кожа как была чистая, так и осталась, и при этом очень хорошо питает и увлажняет. То есть я просто начала замечать, что у меня осенью кожа начала скукоживаться, и начали проявляться вот морщинки на лбу к середине дня. А после того, как я начала использовать ее, видимо, стало хватать как раз-таки увлажнения и питания, и это все исчезло. Поэтому очень рекомендую. Мне она безумно понравилась, и считаю, что она универсальна, потому что, несмотря на то, что текстура маслянистая, она не перегружает. Следующее средство, которое мне очень понравилось у этого бренда, это пенка для умывания, называется The Creamy Soap из линейки Ultimate. Она идет вот с таким вот помазочком в комплекте, и это премиальная линейка бренда. Она, конечно, дорогая, очень дорогая, но вот реально ее нужно прям микро-огорошинку для того, чтобы распределить на все лицо, опять же, шею, и получить хорошее вот это очищение. Я вечером ее наношу просто руками, смываю ей остатки гидрофильного масла и остатки загрязнения в коже. А утром использую как раз-таки с помазочком, потому что она у меня стоит в душе, и я принимаю душ, жду, пока маска подействует, и в этот момент как раз-таки распределяю пенку по всему лицу. Здесь очень тончайшие волоски, которые абсолютно не травмируют кожу, хотя я таких штук вообще боюсь. Мне кажется, что многие из них расширяют поры, но здесь все очень-очень правильно и грамотно сделано. Помазочек плотный, он не растягивает вашу кожу, он не травмирует вашу кожу, и за счет этого вы получаете такой легкий массаж с утра и, конечно же, хорошее увлажнение. Касательно текстуры, она отличается от текстур из классических линеек Сенсай, из очищающих продуктов. Она чувствуется, что она такая более как будто ухаживающая, кожа после пенки более увлажненная и как будто бы светится. Поэтому, если вы хотите себя порадовать, побаловать и присматривались к этой линейке, и думали о том, нужна вам она или нет, то мне понравилось. Если же вы не готовы тратить такую сумму на очищающую пенку, то я вас полностью понимаю и хочу сказать, что и классические линейки того же бренда прекрасно работают и очень хороши. Ну и последнее, что я хотела вам показать, это средства для волос, а именно шампунь и маска. В последнее время мне все чаще и чаще поступают вопросы в Директ о том, что я делаю с волосами. Я сейчас их отращиваю, абсолютно их не крашу. На стрижке, честно сказать, не было уже полгода практически. Это очень стыдный момент, но я как-то берегу длину, и мне прям жалко с ней расставаться пока что. Плюс хочется волосы как-то вот восстановить, подсветить, сделать объемнее, сделать более густыми. И я недавно познакомилась вот с такой линейкой от корейского премиального бренда Amos. Называется у меня шампунь Perfect Renew, линейка Green Tea, актив шампу и актив маск. И это, знаете, друзья, просто обалдеть. Я когда первый раз делала, у меня был такой шок, потому что волосы были как будто бы я три часа пролежала на счастье для волос. Вот правда. У меня после счастья для волос был примерно тот же эффект, как вот от этой маски. И я подумала, ну может быть, это первый раз. Может быть, потом такого не будет. И вот я уже пользуюсь два с половиной месяца этими средствами, и каждый раз мне хочется трогать мои волосы. Они шелковистые, они блестящие стали. Они более такие рассыпчатые. И как-то даже укладка по-другому смотрится и держится. Поэтому это корея. Если вы хотели попробовать что-то новое, хорошо работающее, то мне прям очень понравилось. И я вот переживаю, что как только у меня закончится, мне нужно будет снова покупать. И я обязательно куплю. Отдушка, кстати, очень классная. Тоже вот напоминает действительно зеленый чай. И абсолютно не утяжеляющая. Потому что бывает, вот, например, у Киростас линейки. Они очень, конечно, приятно, вкусно пахнут, но тяжеловатый аромат. У меня иногда даже голова начинает болеть. Здесь же все очень выдержанно. Все, мне кажется, в лучших таких корейских традициях. Поэтому рекомендую. Ну что, мои дорогие, вот такое видео с фаворитами получилось. Совсем скоро мы с вами начнем подводить, кстати, итоги декабря и вообще итоги года. Потому что все, последний месяц 2020 уже наступил. Я вас всех хочу поблагодарить за просмотр. Обязательно ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы на него все еще не подписаны. До новых встреч. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok